Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! В этом видео я хочу показать интересный бесплатный плагин для WooCommerce. WooCommerce – это интернет-магазин на WordPress. Плагин, о котором пойдет речь в этом видео, достаточно интересная, уникальная, своеобразная возможность отправки заказа сразу в мессенджер WhatsApp. Те, кто привыкли им пользоваться, те, кому, возможно, будет очень удобно, возможно, этот плагин просто создан именно для вашего сайта. Меня зовут Федор Васильев. Давайте не будем затягивать вступление и к просмотру данного видео. Прежде чем мы с вами рассмотрим настройки данного плагина и вообще посмотрим, что за плагин, как называется, давайте я вам сразу покажу на своем тестовом сайте, как работает данный плагин. Это история не о том, что мы стандартным способом в WooCommerce добавляем товар в корзину, отправляем заказ через сайт, и у нас уведомление отправляется на WhatsApp мессенджер, а это история о том, что у нас заменяется кнопка корзины на кнопку WhatsApp, и человек, нажимая на кнопку WhatsApp под товаром, сам вручную, по сути, к вам в сообщение отправляет, в сообщение именно WhatsApp мессенджер, да, отправляет заказ. Вы, естественно, видите и ссылку на данный товар, и сам товар, который человек хочет заказать. И дальше уже вы обрабатываете этот заказ, связываетесь с человеком с этим. То есть кому-то этот способ будет очень полезен. Итак, у меня уже все установлено. Давайте посмотрим. Я перехожу в какой-нибудь товар. В карточке товар, как я и говорил, мы не видим кнопку, стандартную кнопку корзину. Вместо нее я вижу кнопку WhatsApp. Допустим, я клиент и хочу заказать вот этот вот товар. Нажимаю на эту кнопку. Открывается промежуточная страница WhatsApp. Я это делаю через компьютер. Думаю, то же самое получится и со смартфона. Открывается мой мессенджер. Вот вы видите мое лицо, мой телефон. То есть у меня плагин уже настроен. Это прямо ко мне человек отправляет заказ прямо в WhatsApp. Здесь сразу цена. Давайте отправим заказ. Все, мне заказ отправлен. Сейчас мы разберем, что там за настройки, что за текст. Я увижу, как владелец магазина, продукт, название продукта, цену продукта и ссылку. Если вдруг, например, у меня много продуктов, я там забыл, что это за товар, я могу прямо отсюда перейти. Кликнув по ссылке в свой магазин и увидеть данный товар, который человек заказал. По сути, упрощенный вариант, минуя промежуточные все страницы WooCommerce. То есть заказ отправляется сразу вам в мессенджер. То есть онлайн оплаты нет. Просто человек, клиент вас уведомляет, что вот он хочет его заказать. Кому-то этот способ подойдет. Способ достаточно такой оригинальный, уникальный. А теперь давайте рассмотрим, что за плагин, как его настроить и так далее. В админке сайта давайте сначала найдем данный плагин. Переходим в плагины, добавить новый, плагин бесплатный и, соответственно, у нас есть Pro-версия с расширенными опциями. Будем рассматривать бесплатную версию плагина. В поле поиска плагинов вот здесь вы пишите по-английски, как у меня вот здесь видите, Order on Mobile for WooCommerce. Для тех, кому сложновато, все уроки, все у меня дублируются на моем сайте fedorvasiliv.com. Ссылка будет в описании под видео. Перейдете на мою статью моего сайта. Там будет указано название. Вы просто скопируете с статьи это название, вставите сюда, если вам проблематично это писать от руки. Название вот, смотрите, проставляете. У вас WordPress будет искать данный плагин. Вот мы его здесь находим. Вот он, видите, автор. Сейчас на картинку не равняемся. Раньше я говорил, что вот эта картинка данного плагина. Просто некоторые авторы имеют такую особенность. Меняйте картинку и вы можете запутаться, потому что есть аналогичные плагины. Вот главный автор. Запомнить и название самого плагина. Название тоже может меняться. Нажимаем установить, а потом активировать. После этого вы проходите в WooCommerce, настройки и у вас появляется новая вкладка вот здесь. У вас будет еще появляться такое уведомление от этого плагина, что если вы используете данный плагин, пожалуйста, оцените 5 звезд, насколько он хорош. Если мы закроем после каждого обновления страницы, то уведомление будет навязчиво появляться. Но чтобы его закрыть, есть и другие плагины бесплатные, которые вот эти все уведомления вообще закрывают, чтобы они больше не показывались. Если вам это мешает, найдите такой плагин, который все закрывает. Итак, его настройки. Вы видите, настройок здесь немного. Первое, вы проставляете свой номер, который у вас привязан к WhatsApp мессенджеру. То есть у меня он пишется вот так, российский, да, номер плюс 7. Вы, соответственно, пишете свой. Вот этот вот текст, который вы можете здесь указать, вы видели в мессенджере. Смотрите, вот здесь это подставляется. Если вы хотите как-то сопроводить автоматически какой-то, то вы здесь это пишете. Дальше у вас вот эти чекбоксы будут не зажаты. Смотрите, если они не зажаты, давайте я сохранюсь. За что они отвечают. Если мы чекбоксы не зажимаем, во-первых, здесь возвращается обычная кнопка в корзину. Нигде кнопки нет. Но если я положу товар в корзину, посмотреть, то в WhatsApp кнопка будет вот здесь. То есть мы оставляем возможность классически заказать товар через сам WooCommerce, а также на выбор человеку через WhatsApp отправить заказ в ваш мессенджер. То есть я уже показывал, как это делается. Единственное, что здесь момент, это уже зависит от шаблона, который вы используете на своем сайте. Ну, тема WordPress это называется. У меня сейчас эта тема Woodward, и вы видите, по дизайну немножко это не вписывается. Кнопка вот в этот блок. Здесь, конечно, уже нужно работать с CSS, править код, скажем так. Для тех, кто не знает, как это делать, у вас будет вот такая история. Тут зависит уже от шаблона, потому что, видите, это некрасиво. То есть вот так вот это выглядит, и только здесь эта кнопка появляется. Если мы зажимаем вот этот чекбокс, то появится кнопка на странице магазина и отдельного товара. Давайте посмотрим. Я обновляю страницу, здесь я вижу. Дальше мы можем пройти, например, в список товаров. При наведении, опять же, здесь вопрос дизайна. В моем случае это выглядит не очень хорошо. Вот вы видите, да? И кнопка корзина присутствует. Если я провалюсь в карточку товара, здесь есть и кнопка в корзину «Классический способ заказа» и «Ватсап». То есть везде эта кнопка есть. Здесь, кстати, смотрится она лучше всего. Заметьте. Дальше. Скрываем кнопку «Добавить корзину» на странице магазина и отдельного товара. Скрываем именно классический вариант отправки. Смотрите. Обновляюсь. Скрываются кнопки, да? То есть возвращаем только возможность заказать через WhatsApp. Теперь посмотрим на список товаров. Здесь кнопка присутствует. Вот этот чекбокс скрывает кнопку на странице магазина «Добавить корзину». Давайте посмотрим. Вот вы видите, кнопка скрыта. Именно кнопка стандартная. Но наша кнопка WhatsApp так и выглядит здесь не очень хорошо в плане дизайна. Но это, смотрите, это только на моем шаблоне. Возможно, на вашем шаблоне сразу будет все в порядке. Лучше всего, конечно, смотрится только в карточке товара. Но здесь не так и страшно. Немножко CSS стиле подправить можно. Разобраться, посмотреть документацию даже простому человеку. Ну или это будет копейки стоить, если вы обратитесь к какому-нибудь верстальщику. Единственное, что здесь не хватает, конечно же, это надпись на кнопке на русском написать, чтобы это было написано «заказать там через WhatsApp» или любое другое название. Но обратите внимание, это бесплатная версия. Возможно, в Pro-версии есть интересные возможности. Pro-версию, к сожалению, я сам не смотрел. Сам плагин и само это действие достаточно интересно. Для многих, я думаю, это будет полезно. Надеюсь, для вас это действительно было интересно и полезно. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok